Книга «Открытым оком», тема мусульманства, 20-й том, вопрос 3366. До революции знали ли священники и их прихожане, что такое мусульманство? Писали ли где-то об этом учении? Отвечает Игнатий Тихночлавкин. Писали, и этого было вполне достаточно, чтобы понять, что в возникновении этого учения были виновны более всего монахи, заблокировавшие проповедь о Христе. И писали правильно, но до конца не договаривали. Кавычки открыты. Помощник и покровитель. Кавычки закрыты. Священник Григорий Дьяченко. Духовная помощь христианину. 976 страниц, 5000 экземпляров, 2004 год. По благословению Патриарха Алексия. Воскресные чтения, страница 808. О превосходстве христианской веры перед Магоментанским. Магомед родился около 570 года по Рождеству Христову в Мекке, в Аравии. В 25 лет он женился, а на 38 году своей жизни начал удаляться в пещеру. Возвращаясь из нее, рассказывал жене о своих беседах с архангелом Гавриила, чему она после долгого упорства поверила. Затем его учение приняла слуга его, племянник и один знатный человек, Абубикер. Будучи одержим эпилепсией, то есть черной немочью, иначе падучей болезнью, он говорил, что во время припадков приходит в восхищение и получает в это время откровения от архангела Гавриила. Эти откровения он записывал и выдавал по частям. Они составили книгу «Ал-Куран» или «Куран», в которой есть «Евангелие Магометан» в кавычках Евангелия. Несомненно, что Коран не есть откровение Божие, а главы его написаны Магометом при пособии персидского еврея, отступника из христиан нестрианской ереси. Между арабами в то время жили в начательном числе иудеи, равные христиане. Сам Магомет в своем «Ал-Куране» старается опровергнуть тех, которые говорили, что ему пишет другой, глава 16. На пятом году мнимом посольства его секса состояла из сорока человек. После разных приключений в его жизни, наконец, два арабских племени, склонных к иудейству, приняли учение Магомета, и при содействии их, он счастливыми воинами заставил и прочие арабские племена принять его веру. Магометанская вера есть смесь разных вер. Из предметов языческой веры арабов Магомет оставил древний храм Кабу, глава 5. Арабы особенно чтили в этом храме черный камень, по-видимому, один из тех камней, аэрлитов, которые по временам падают на землю из ближайших к ним пространств, будучи притянутой ею. Магомет внес в свой Коран арабские обычаи и сказания, и между ними баснословные. Особенно же Магомет много взял из Ветхого Завета, поэтому магометанская вера более иудейская. Бог есть един, и это основная истина магометанской веры, взятая из Ветхого Завета. Оттуда же и свойства Божии. Его везде присутствие, вечность, всемогущество, премудрость, благость, правосудие. В Коране изображается согласно Ветхозаветным откровениям. Все великие Ветхозаветные мужи, Ной, Авраам, Моисей, Аарон, Иув, Иисус Новин, Солидавит, Соломон, пророки, Илья, Иона и другие, были посланники Божии, предшествовавшие Магомету. Глава 4.37. В Коране кратко повторена почти вся древняя история рода человеческого и еврейского народа по Ветхозаветным книгам Священного Писания, но в искаженном виде, смежно с баснями еврейского Талмуда и преданиями арабов. Мы представим несколько примеров этого искажения Ветхозаветной истории вымыслами. В Коране говорится, что будто бы Бог научил Адама всем именам, которых ангелы не знали и заставил их поклониться Адаму, и они поклонились. Но Иблис, Сатанаил, возгордился, не поклонился ему, сказав, «Я лучше его, меня ты сотворил из огня, а его сотворил из глины». Бог за это отверг его, будто четвертый из сынов Ноя не хотел войти в ковчег и погиб в волнах потопных, будто Авраам вместе с Измаилом, родоначальником арабов, основал храм Кабу в Мекке. Для кого же они храм основали, когда арабы не существовали, и сам Авраам жил во вшатре? Почему он не основал храмы с Исааком для евреев? В Коране еще и говорится, что будто Бог иудеев, нарушивших заповедь о субботе, обратил в обезьян, будто к царю Давиду утром и вечером собирались птицы и словословили с ним Господа. Духи злые будто делали для Соломона дворцы, статуи, водоемы, котлы и другие дела. Некоторые из них были водолазами для ловли жемчуга. Бог будто покорил Соломону и ветер, который по его повелению несся туда, куда он хотел. Такие подобные детские сказки Магомед выдавал за божественные откровения. Есть в Коране целая глава 12 под названием Иосиф, в которой рассказана история Иосифа Прекрасного, сына патриарха Иакова, главным образом по Библии, но также с баснословиями. И об этой главе сказано, что она есть откровение Божию Магомету. Иисуса Христа Магомед признавал последним перед собой посладником. И несколько сказаний из Евангелия внес свой Коран в испорченном виде, так как он получил сведения о христианстве не из Евангелия, а из рассказов христиан необразованных. В Коране с большим отступлением от Евангелия говорится о Рождестве Иоанна Предтечи, о Рождестве Марии, Матери Иисусовой. Есть целая глава 12 под именем Мария, ибо каждая глава в Коране имеет свое название. Мария, посвященная Богу и воспитанная Захарией, зачала Иисуса от Духа, то есть по Магомету от Ангела, и родила его в пустыне. Когда люди стали укорять ее, видя с новорожденным младенцем, то Иисус-младенец будто бы сказал им, «Я раб Бога, Он дал мне Писание и поставил пророком». И другое подобное. Магомед говорит, что христиане Марию считают за Бога. По Алкарану Иисус исцелил слепого, прокаженного и воскрешал мертвых. Он был пророк и чудотворец, укрепленный Духом Святым. И вот, несмотря на все это, Магомед, рожденный не от Духа, подверженный падучей болезни, имевший много жен, не сотворивший чудес, едва не оттравленный одной из жен, оказался посланником Высшим Иисуса Христа. Пророчество Иисуса Христа о неспослании Святого Духа Магомед отнес к себе. Но Дух Святой обещан и действительно неспослан апостолам на десятый день по Вознесении Господа. А Магомед явился спустя около 600 лет по Рождеству Христову. Учение Магомеда содержит в себе множество всякого рода нелепостей. Что касается учения Магомеда о будущей жизни, то он утверждал, что блаженство правильников будет состоять в чувственных наслаждениях. Вот отчерк Рая, который обещан благочестивым, пишет Магомед. В нем реки из воды, не имеющие смрада, реки из молока, которого вкус не изменяется, реки из вина, приятного для пьющих, реки из меда, очищенного. Там в изобилии плоды и мяса, каких они не пожелают. Они будут жить среди садов и источников, подкоясь на расставленных рядами ложах, будто одеты в атлас и шелк, сочетаются с черноглазыми, очистыми. Что касается брачной жизни на земле, то Магомеданин может иметь четырех жен в одно и то же время, а невольниц – неопределенное число. В Коране заповедуются преследования, не принадлежащих к магомеданской вере, за обиду дозволять мстит обидой, но кто простит и примирится, тому награда от Бога. Прочитавшему без предупреждения Ал Коран, выдаваемый за божественное откровение, легко убедиться, что это совершенный обман. Если Магомед не сотворил чудес, если Коран его содержит множество несообразностей и басней, если он есть извращение на священное писание Ветхого, отчасти и Новых Заветов, то почему распространилась вера Магомедова? Во-первых, потому что распространяема была мечом и насилием, и быстрое распространение ее успехи арабов-войных считались ими за чудеса высшей помощи божественной. Во-вторых, потому что магомеданство распространяемо было между народами, не образованными, среди которых почти не было и грамотных. В-третьих, в Коране учение о Боге и свойствах его, имея первоисточником первозаветное откровение, ветхозаветное, вообще чисто и возвышенно, но в то же время магомеданская вера весьма льстит чувственности. В-четвертых, раздоры между христианами были главной причиной успеха и усиления магомеданства. Христианство же, напротив, распространялось, во-первых, среди чашких гонений на него в продолжении трех столетий. Во-вторых, распространялось прежде всего по лучшим городам образованного мира и обязано своим распространением как высоте и святости учения Христова, так и помощи Божьей, явленной в великих знамениях и чудесах. В-третьих, оно не льстит чувственности и в будущей жизни обещает блага высшие, но духовные. И ныне над магомеданскими племенами исполняется пророчество Господа, произнесенное об Измаиле, матери его Агаре. Руки его на всех и руки всех на него. Бытие 16.12 Матфея, 13 глава, 25 стих. Когда же люди спали, пришел враг его и поселил между пшеницей, плевелой и ушел. Притча 18.8 Ленивого не излагает страх, а души женоподобные будут голодать. Притча 24 глава, 30 по 34 стих. Проходил я мимо поля человека ленивого и мимо виноградника человека скудоумного. И вот все это заросло терном, поверхность его покрыла скрапивою, и каменная ограда его обрушилась. И посмотрел я, и обратил сердце мое, и посмотрел, и получил урок. Немного поспишь, немного подреблишь, немного, сложив руки, полежишь, и придет, как прохожий, бедность твоя и нужда твоя, как человек вооруженный. Тревога, тревога! В таком положении бедный, богатый, посмел, кто родится, в младенчестве выжил. Сует воспитание незримым ухватом. Сосулька кидает прохожего с крыши. Тревога с годами не меньше, а больше. За старость, за деток, за внуков, любимых. И власть наседает не наша, а волчья. Болячки и беты потоком обильным. И кажется, лучше совсем не родиться, чем столько несчастья на нашем веку. Едва на лозе обозначатся кисти, как всякую нечисть к себе привлекут. Однажды несчастного встретил Иисус. Его всемогущество так поразило. Так руку пожал, будто слышался хруст. Он все вдруг развел непомерную силу. Так мы подружились, навек породнились. В молитве к нему обращаюсь свободно. В чистую дружбу не вхожа к нам лживость. И искренне верю, не просто по моде. Тревога исчезла насыщен покоем. И где бы ни шел и не ехал бы с кем. Все чувствует, светится что-то святое. Им сразу вещаю о чудном Христе. 2006 год. Игнатий Тихонович Лапкин. Субтитры создавал DimaTorzok